смотрите ребята в данном видео цена указана только за запчасти не считая услуг там сервиса и так далее потому что человек делал все своими руками соответственно вышло все бесплатно так что смотрите до конца не переключайтесь доброго времени суток дамы и господа вы на канале поршень покинул чат я вадик стиви и сегодня у нас обзор на эту ласточку opel astra 16 бензин поехали и итак здесь вас приветствует опере универсале в одних руках он находится уже порядка трех лет за эти три года автомобиль проехал около 40 тысяч километров без каких-либо больших поломок даже по моему вообще без каких-либо поломок начнем мы с подкапотного пространства здесь нас встречает какой мотор 16 бензин правильно 16 клапановый атмосферный двигатель который имеет 105 лошадиных сил и так за 40 тысяч оказывается здесь никаких поломок в принципе не было соответственно каждые 10 тысяч была произведена обязательно замена масла и фильтром масло лилось кастрол 10 в 40 от замены до замены мотор не требовал вообще никаких доливок масла так что по идее здесь все четко вообще если брать информацию с интернета с разных формов с разных обзорах в основном этот двигатель кушает пол-литра масло от замены до замены но здесь скорее всего предыдущие владельцы обслуживали его хорошо и поэтому данный двигатель не ест масло конкретно вот этот который здесь другие иногда бывает кушать рэм здесь уже был меняный здесь есть наклеечка 172 тысячи как раз перед покупкой владельцу повезло он сделал осмотр визуальный снял вот эту крышечку посмотрел на ремень ремень был без трещин с надписями то есть это означало что ремень скорее всего новый также что было еще поменено за данные 40 тысяч километров аккумулятор новый аккумулятор подушка правая подушка мотора была поменена свечи 4 свечи накала и радиатор радиатор почему был радиатор поменен потому что тут была там небольшая царапинка и чтобы царапинку убрать нужно было снять бампер и подкрасить чтобы царапинку подкрасить нужно было снять бампер соответственно когда снимали бампер скорее всего ну то есть за руку никого не поймали скорее всего когда снимался бампер там ну немножко там что-то где-то при радиаторе повредили и она треснула трещина пошла и начал вытекать антифриз. Соответственно, радиатор был поменен на новый и антифриз был поменен на новый. Так, в принципе, что здесь делать по машине, по мотору, это все, больше ничего. В общем, владелец за три года вложил в моторный отсек около 260 долларов. Кто скажет, но кто скажет, мало я скажу, мало. Ну, на этом по моторному отсеку вроде бы все. Переходим дальше. Итак, по ходовой, что у нас было поменено? Подшипник ступицы. Раз. Тормозные колодки. Комплект спереди, сзади два. И стойка стабилизаторов. Передние. Две стойки стабилизаторов. Шаровые, кстати, тут оригинальные заводы. Держатся они в принципе в порядке, да и вся ходовая, в принципе, недорогое в обслуживании и надежная. Резина. Кстати, здесь новая. Зимний комплект. Что это у нас за фирма? Это у нас Кармаран. Фирма Кармаран, кстати, хорошая фирма. Летний комплект резины также имеется. Поехали дальше. Итак, сзади у нас были поменены сайлентблоки задней балки и сзади амортизаторы. По ходовой у нас в принципе все. В общей сумме данные поправки, данные замены обошлись хозяину в 200 долларов. Если не считать резин. Резина обошлась в 450 баксов. Итак, по кузовщине. Начнем с крыла. Крыло у нас было немножко подкрашено, снималось. Задняя фара. Задняя фара была поменена с такой причиной, что она запотевала. Сейчас здесь стоит новая фара. Но, к сожалению, это не помогло. Она потеет опять. Я не знаю, с чем проблема. Хозяин не знает, с чем проблема. Поэтому, ребята, если вы знаете, почему фара потеет, напишите обязательно в комментариях. Кто сталкивался с этой проблемой, как он ее решал, потому что была поменена на новую оригинальную фару, а это не помогло. Дальше по кузову. Кузов у нас оцинкованный. Нет таких проблем, как ранее предыдущих версий гнили арки. Здесь все было сгнито. Здесь все четко. Также с дверями здесь все в порядке. Ржавчины, гнили никакой нет. Имеем здесь красивый экземпляр. Без каких-либо ржавчиков. Итак, ребята, переходим в салон. Ну, ребята, что мы здесь видим? Мультируль. Руль, кстати, такой. В принципе, на 200 тысяч. Ну, немножко, я бы сказал, затертый. Тут у нас что мы имеем? В принципе, галенький пластик, адекватный. Сейчас в новых автомобилях, новых Шкодах идет. Ну, вот такое. Идет вот такая деревянная, не будем говорить, что. Идет, короче, шляпа деревянная. Коробка у нас здесь. Кстати, мы забыли сказать про коробку. Коробка здесь у нас мануальная. На ручке, короче. Тут у нас, в принципе, ну, ничего такого. Обычный салон. Никаких здесь таких плюшек классных нету. Все по стандарту. Ручничок. Раз, два. Тут уже позадиралось. Тоже качество материалов. Ну, что вы хотели? Это Opel. Это Opel. Это вам не Bentley. Не Bentley. Тряпочный салон. Резиновые стандартные коврики. Тут у нас имеются стеклоподъемники передних стекол. Подогрев стекол. Управлять можно стеклами. Также сзади у нас ручки. Нужно погребсти немножко. Свет. По свету ксенона у нас нет. Обычные стандартные лампочки. Из таких плюсов круиз-контроль. Нажали и поехали. Потолок. Потолок у нас обычная тряпка. Светлые тона. Ну, нормальный. Похож. Мне похож на Audi. Сзади также у нас все обычное. Обычная тряпка. Ручечки сели. Сели. Раз, раз, раз. Просто никто сзади не ездит, никто не пользуется, поэтому появились здесь маленькие такие нюансы. Что еще? Карманчик захотели, положили сюда телефончик, бабки. Ну, конечно, если у вас есть бабки, то, скорее всего, Opel выбрать не будете. стандартные сиденья. Все по стандарту, все обычно, ничего такого. Качество пластика, ну, явно лучше, чем в новых автомобилях. Мягенькое, симпатичное, ничего не скрипит, не репит. Ну, это радует, не скрипит, не репит, потому что новые, это жесть, конечно, что у них происходит в машинах. Переходим к багажнику. Сколько у нас имеется места и так далее. Раз, кнопочка электрическая, нажали, подняли, здесь у нас шторочка такая, раз, все, отъехала. Приветствует нас удочка. Снизу имеется запасочка, запасочка, раз, два, поменяли, если пробили, заехали куда-то, все имеется, тут у нас ничего не гнилое, все красивое, а ну, все, какая красота, гнили никакой, все ржавчины, ну, гнили, ржавчины, имеем в виду, ржавчины никакой, все красиво, тут он, кармашек, положите сюда, что там, сигареты, поплавки, блин, приманочку, туда-сюда, что у нас здесь еще, снимается шторка, раз, шторку, сняли, положили ее, вот так вот, тут, задний ряд, сделали вот так, нажали, опустили, ну, пусть будет так, это тоже можно опустить, это я опускать не буду, убрали удочку, положили удочку, захотели кимарнуть, взяли вот так вот, подушку сюда, если у вас есть спутница жизни, девочка какая-то, разложили для девочки, вот это раз, разложили, еще легли здесь, сделали все дела, которые вам нужны, если они вам нужны, жалко, тут, конечно, окна не тонированные, так что, нежелательные соседи будут наблюдать, в принципе, ну, кровать, есть, вот это мне очень нравится, в, универсале, что есть кровать, есть кровать, это вообще четко, вот у меня был универсал, Audi A4, я всю жизнь радовался, что у меня есть вот такая кровать, и ни разу на ней не спал, за два года владения, короче, ну, радовался, что есть, а не воспользовался ни разу, так что, ребята, вот так, кстати, если кто не видел обзор на Audi, вот он, здесь появится, нажимайте, смотрите, Audi A4B7, 2.0 TDI, такой же кузов, ну, в смысле, универсал, переходите, рекомендую к рассмотру, а мы, влазим отсюда, здесь нас, кстати, приветствует, вот такой супер тюнинг, карбон, настоящий, шучу, не настоящий, китайский, но, в любом случае, неплохо смотрится, чтобы царапинок никаких не было, и все было красиво, ну, что, поехали на мини тест-драйв, и так, ребята, ну, что я могу сказать, шумоизоляция, в принципе, я бы не сказал, что супер, не сказал бы, что плохая, адекватная, по удобности, по удобности, сразу скажу, сидение, ну, точно не для меня, я человек, который имеет 186 сантиметров роста, и для меня это сидение, я бы не сказал, что удобное, я бы не сказал, что на дальняк, по городу, думаю, в принципе, адекватно, рулежка приятная, хорошо рулится, машина как набирает, ну, как на 105 лошадиных сил, в принципе, так и набирает, в принципе, так и набирает, адекватно, адекватно, приятно, передачи переключаются, мягко, хорошо, ну, то есть, мне нравится, как они, как они втыкаются, качество, качество хорошее, дальше, по мягкости, по мягкости, сейчас еще не знаю, потому что ям никаких особо не было, но, довольно-таки, довольно-таки комфортно, ну, после того, что я езжу просто на 19 дисках, на своей байхе, то для меня это весьма комфортно, у меня там, немного туговато, немного, твердовато, немножко твердовато, поэтому, поэтому мне здесь, по-любому, будет мягче, ну, мягко-мягко переключается передача, тоже, приятно, приятно, набирает, скорость, не быстро, но, для обычного человека, не для гонщика, который, себе, от работы, до работы, в принципе, этого, этого достаточно, вполне, кстати, ребята, также, на нашем канале, есть видео, как мы тестировали, по проходимости, данный аппарат, отключали, включали систему ESP, как она помогала, смотрите, тоже здесь, ссылочка, ссылочка, либо прикреплена, либо уже в описании, так что, рекомендовано, рекомендовано к просмотру, климат-контроль, в принципе, работает нормально, все, холодит, теплит, но я бы не сказал, что выходит, прям, супер-холодный воздух, у меня есть, чем сравнить, но, ну, нормально, нормально, в принципе, холодный воздух выходит, так что, климат уже в порядке, итак, уезжаем мы уже на автостраду, сейчас посмотрим, как машина ведет себя, при скорости, немножко побольше, как у нас шумоизоляция, работает, жалко у нас, конечно, что находится только, здесь 6 передач, ой, 6, 5, жалко, что у нас 5, а не 6 передач, это, конечно, плохо, мне тоже в Бэхе не хватает, 6 передачи, ну, что имеется, то имеется, ну, 3,5 тысячи оборотов, 120 едем, едем, 120, газ в пол, газ в пол, набираются оборотики, уже 5 тысяч оборотов, для любителей, быстрой езды, этого может не хватать, этого может немножко не хватать, поэтому 180, 180, это, скорее всего, ну, 190, наверное, предел, но не будем насиловать, все-таки, это у нас 1,6 бензин, а не 4,0, поэтому, не будем разгоняться сильно, ну, в принципе, достойно, немножко, конечно, шумоизоляция, не фонтан, но, за свои деньги, так как это Opel, это не премиум у нас, класс машины, адекват, адекват, ничего не брунчит, ничего не жужжит, все мягенько, плавно, сцепление, все, все вполне, вполне себе адекватно, по расходу, ребята, что у нас по расходу имеется, средний расход по городу, 9,2 литра, 9,2 литра бензина по городу, я бы не сказал, что это, много не сказал бы, что мало, это, в принципе, среднее, это, в принципе, среднее, что у нас по мгновенному, ну, мгновен, какая разница, сколько даешь, столько он, в принципе, столько едет, в трассе, где-то, 7,5 литров, ну, за это я особо бензин и не люблю, выбираю дизеля, потому что, ну, в трассе моя 3-литровая ПХ-Халайт, 6, 6,5 литра, поэтому я выбираю дизеля, по городу, по городу, кстати, где-то, наверное, тоже, 10, 10 где-то Халайт, так что, ну, бензиновые двигатели, лично, мне не особо, все, ребята, наш обзор подошел к концу, подведем итоги, за 3 года владения, вот здесь проехал 40 тысяч километров, потрачено было около 1000 долларов на данный автомобиль, можем сказать, что это автомобиль бюджетный, по затратам он небольшой, обслуживать его недорого, по комфорте, ну, Opel, Opel есть Opel, Opel Astra, комфорта здесь, в принципе, немного, но для поездок, там, каких-то семьей, вместе, куда-то, этого, в принципе, хватает, от работы до работы, от работы до дома, этого тоже хватает, в принципе, за свои деньги, это нормальный, и неплохой, вариант, если вам понравился обзор, обязательно ставьте палец вверх, отправляйте видео друзьям, пишите в комментариях, возможно, мы о чем-то не сказали, возможно, что-то еще добавим в комментариях, и увидимся в следующих выпусках, до скорых встреч!